Раньше такого не было. До карантина ко мне приходило большое количество людей, когда нас засадили всех по домам, и не было такого количества людей с чувствительной куперозной кожей. Я одну девушку тут умывала, у нее только от полотенчика все лицо вспыхнуло и горело, весь массаж. Я уж успокаивала, что такую масочку ей с собой дала, говорю, держите, успокаивайтесь. Я вообще, даже бывает, знаете, как ко мне приходят, и я говорю, я не буду вам массаж делать, давайте я вот вам масочку, я вот вам вокруг поделаю, а лицо трогать не буду. Привет от Татьяны, 49 лет, так давайте же разбирать, что случилось. Я до карантина, ну были люди с куперозом, ну сколько их было, ну не так много, а сейчас просто каждая там, не вторая, нет, а 70% с куперозом. И у всех вот эта реактивная кожа с нарушенным липидным обменом, у всех капилляры и нарушен венозный отток. И я все думала, что же, с чем же это связано, потому что я сейчас сижу на антикуперозных линейках с клиентами. А потом я поняла, ну это же карантин, наверное, все как-то вот переболели вот этим вот вирусом, да, и вот такая побочка. Ну а как, у меня нет других предположений. Или то, что все люди нервничают. Давайте с вами, да, про купероз поговорим. Знаете как? Конечно, да. Зачастую купероз именно у тонких звонких, когда нервная система, то есть, ну человек невротик, да, просто-напросто говоря. Можно сказать невротик, а можно сказать интеллигентная, тонкая, звонкая, да, но оно же все очень близко. Да, это такой человек с тонкой нервной системой, очень эмоциональный. Вот у них обычно это все связано, да, наше тело и психика всегда связаны. И мы никогда, не всегда понимаем, где кончается психика, где начинается тело. Вот они вот так вот переплетаются. Поэтому, да, обычно с куперозом те люди, которые, и душа у них чувствительная, и кожа чувствительная. Ну, в большинстве случаев, по моим практическим наблюдениям, массажиста. Вот. И я приобрела, конечно, кучу, ну, я работаю на Янсен косметике, взяла продемонстрировать. Ну, сейчас вы меня возненавидите. Скажете, что ты нам тут показываешь Янсен косметику профессиональную, которую нельзя нигде купить? Ну, да, я вам показываю Янсен косметику профессиональную, которую нельзя, в общем-то, в большинстве случаев купить. Вы можете, конечно, на маркетах, может быть, купить какую-то для домашнего использования, но там совсем будет не та концентрация. Что я могу посоветовать из того, что есть в аптеке? Очень хороший результат из того, что вы можете купить, это, конечно же, Ларош Пассе. Пассе, Пассе, каждый по-разному произносит то, что продается в аптеке. Типа, в принципе, ну, более-менее нормальная цена. Но на самом деле антикуперозные линейки есть почти, ну, во всех марках. Всегда выбирайте. Вот у меня тоже очень хорошо показывает маска антикуперозная. Ну, здесь как пропитанная тоже, как всегда, тканевая масочка. Вот на лицо положил и делай. Здесь маски, здесь у меня сыворотки. И я с клиентами работаю так. Что такое купероз? Купероз – это нарушение венозного оттока, да, то есть нарушение эластичности капилляров. И много-много-много всего и много сопутствующих заболеваний. Конечно же, я как массажист не имею права даже вообще, ну, не то, что не имею права, вообще я работаю в рамках своих компетенций. И зачастую мы работаем совместно с врачом-дерматологом, у которого человек лечится, если лечится. Потому что не все хотят ходить по врачам, да, я говорю, ну, вы обязательно сходите к врачу-дерматологу, посмотрите, что у вас. Потому что, может быть, а купероз – это же объединенное название для различного, достаточно большого спектра кожных, ну, можно сказать, заболеваний. Или состояний. Состояний, скорее, да. Розация, ну, вот там та же розация, бывает в активной фазе, бывает в ремиссии. И, конечно же, я у человека всегда говорю, вы точно сейчас вот в ремиссии? Точно можно. И если, допустим, я вижу, что у человека достаточно активно воспаляется, все вспыхивает, да, я ему тогда массаж вообще не делаю. И занимаюсь тем, что делаю ему масочки, масочки, а хожу вокруг и занимаюсь улучшением венозного оттока, чтобы наладились, вот эластичность капилляров наладить, чтобы улучшить кровоток. И, в принципе, тогда ситуация достаточно улучшается. Но, опять же, все с разрешения врача. Когда мы, мы, массажисты, видим какое-то пограничное состояние, всегда с разрешения врача. Сейчас мы с вами куперозный отток пооткрываем. Здесь, здесь у нас основная, идет венозный, здесь идет венозный отток. Когда у нас перенапряжена шея. Где мой телефон? На рояльку. Так, все перекрыто. Может, из-за гаджетов такое количество людей с куперозом? Давайте подумаем. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, почему у людей такая сейчас реактивная кожа стала. Не было, вот я вам, вот, вот, чем, зуб даю. Не дам зуб, не дам зуб, что сказать. То есть, я вам тут два байка в ствол или что-то. Ну, не было раньше такого. А вот так, значит, все зажато. И вот здесь основной венозный отток. Грудинно-ключично-сосцевидная. Все пережало. Вот здесь. И кровь плохо отходит. И шея здесь вся забита. Поэтому, если тут надо отраскрывать, массаж шеи делаем. Здесь, грудинно-ключично-сосцевидную. Чуть голову вперед, вбок. Промяли хорошо. Хорошо мы вот эту мышцу удлиняем. То есть, мы можем ее и проминать восьмерочкой. И старайтесь прям глубже проходить. И помним, да, что с напряженной мы не работаем. Прям туда глубоко. Ищем болевые точки. И начинаем эти триггерные точки мягко прорабатывать. Нашли точку и начинаете вот, как кошечка лапкой. Вперед, вперед. Нервную систему успокаиваем. Ни в коем случае ничего не дерем. И начинаем. И вот вы проработали мышцу. Теперь нам надо вот это крепление туда немножко. Палец вот сюда прям поставили. И начинаете отодвигать. В ушную, в ухо заводите. На косточку сюда, вот наверх. Чуть-чуть поддавили. Сюда поставили. Уголовку можете наклонить. И косточку из ушной раковины. Тянем наверх. А здесь вот так мы с вами отодвигаем. И сидим. Какое-то время. И вы должны почувствовать, что здесь все освобождается. Прям погружаетесь в свои ощущения. То есть вот на грудино-ключично-сосцевидную. Здесь на косточку в ухе верхнюю. Прямо через ушной проход залазите. У нас с вами сейчас работа с черепом идет. И сидите. Повибрировали. Мягко вернули на место. С одной стороны и, соответственно, с другой. И ситуация у вас улучшится. Продолжение следует...